Всем доброго дня, это Гелиосар и Биология просто. Учебник биология, живой организм, 5-6 классы, за авторством Сухоруковой, Кумченко и Колесниковой. Итог введения. Подведем итоги. Биология изучает живой организм как единое целое, разнообразие живых организмов, их взаимоотношения между собой с окружающей средой. Биологическая наука постоянно развивается, получая новые сведения о живых организмах. Связующее звено между Землей и космосом растения. Их зеленые листья поглощают солнечную энергию и создают органические вещества, служащие пищей бактериям, грибам, животным, человеку. Живые организмы могут жить только в биосфере, где есть необходимые условия для их развития и размножения. Живые организмы оказывают влияние на все оболочки Земли, атмосферу, гидросферу, литосферу. Вопросы для обсуждения. Представьте, что вы захотели стать биологом. В какой области биологической науки вы бы хотели проводить свои исследования? И почему вы считаете интересным именно это направление биологии? Ну, здесь все очень просто. Задайте себе самый первый вопрос. У вас есть дома какие-то животные? А кто захотел завести этих животных? Вы или нет? Если с этими животными у себя дома играете и гуляете, то есть если вы живете в квартире и с собакой гулять приходится именно вам, потому что вы захотели завести эту собаку, то, соответственно, вы любите животных. Тогда для вас есть смысл заниматься биологией. В принципе, биология, она может предоставить достаточно неплохую работу. Например, если вы хотите стать каким-то ученым и при этом активно помогать людям, то вполне можно заняться микробиологией, изучать бактерии, микробов и прочих всяких маленьких таких существ, которых обычным глазом не видно. При этом бактерии, они очень часто бывают очень полезными. Например, в кишечнике человека помогают переваривать пищу огромное количество бактерий, которые помогают человеческому иммунитету вырабатывать защиту от очень вредных бактерий и микробов. То есть человек находится в постоянном взаимодействии с бактериями. Поэтому изучение бактерий, она может принести очень большую пользу. Разумеется, пользу приносит и просто изучение растений, изучение грибов, особенно грибов. Микология очень интересная наука, потому что грибы способны дать людям очень много новых, совершенно уникальных лекарств. Ну и просто изучение животных, это тоже достаточно полезная вещь. Тем более, что и в 21 веке продолжают открывать новые виды животных, насекомых и так далее. Каким образом можно применять биологические знания для сохранения окружающей нас природы? Чем больше человек узнает, как взаимодействуют живые существа между собой, то есть, например, растения с грибами, животные с бактериями и они все между собой, тем больше, собственно говоря, мы понимаем, как устроена жизнь на нашей планете. И, соответственно, тем лучше мы можем защитить живые существа от наших же собственных деятелей, нашей деятельности, собственно говоря. При этом эти самые живые растения, они по мере изучения могут помочь восстановить ущерб, который уже успел нанести человек окружающей нас природе. Приведите примеры влияния живых организмов на неживую природу. Ну, само существование живых организмов это уже влияние на неживую природу. Например, растения, которые растут в земле, то есть, растут среди абсолютно неживой породы, они впитывают солнечный свет и тепло и преобразуют эту неживую природу уже в органические вещества. Вот уже активное влияние. То есть, просто выработка растениями кислорода это уже воздействие на неживую природу. То есть, все это присутствует.